Друзья, сегодня готовим вырезку из оленины. Для этого нам понадобится... Ну что, погнали? Друзья, вырезка из оленины самая нежная часть, она практически приходит зачищенная. Совсем небольшое количество пленок остается, снимаются очень легко. Вот так это все выглядит. Итак, друзья, оленину жарят, прожарка medium-rare. Мясо достаточно нежное, сочное, вкусное, главное не передержать. Сейчас масло растает, для более мягкого вкуса. Сливочное масло смешиваем с подсолнечным маслом. Немножечко раздобрим нашу сковородку перчиком. Так, отправляем нашу оленину на жарку. Присаливаем и оставляем в сторону. Друзья, сегодня готовим сибирскую закуску жареный папоротник. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как папоротник, чеснок и лук. По традиции это просто невыносимо. Реально прям глаза колли, даже через очки пробивая. Так, ну что ж, отправляем на жарку наш папоротник. Добавляем лук, жарим до золотистой корочки примерно минут 5-7. К вырезке из оленины идеально подойдет перлоте. Для этого используем перловую кашу, сливки и сыр. Уже вареную перловку заливаем сливками. Не сильно так, чтобы не надо, чтобы она там плавала, чуть-чуть. И тут достаточно. Ждем, пока закипит. Как только закипело, добавляем сыр. Чтобы она у нас стянулась, загустела. Пока сыр полностью не растает, помешиваем. Как сыр полностью растаял, убираем с огня. Перемешиваем. Практически готово. Ах, вкуснятина! Оленина идеально сочетается с сладкими соусами. Друзья, готовится очень легко. Очень простое блюдо. Нереально вкусное. Перловка с сыром. Дает дополнительный оттенок к оленям. Плюс папоротник нежнейший. Слабо-слабо соленый. Очень вкусно. Плюс папоротник нежнейший. Слабо-слабо солено. Слабо-слабо соленый. Очень вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отменшуюсь. Корректор А.Кулакова Душа. Продолжение следует...